Здравствуйте, это канал Максим Мадзе и Эпилог Red Dead Redemption 2 продолжается. Короче говоря, мы возвращаемся в городок Валентайн. И, собственно говоря, зачем? Сэйди Адлер ждет нас именно здесь. Мы в прошлой серии купили с вами ранчо. Но ранчо оказалось полным говном, которое надо обустраивать. И этим мы будем заниматься, но для этого надо денег накопить. Может быть, Сэйди Адлер нам в этом поможет. Не знаю, довольны ли нашим ранчо наши кони Рэйчел и Эрнандес. Извините. Рэйчел я сегодня взял. Через конюшню можно менять кони. У меня двое коней, как я уже сказал. Хотя я на ранчо, в принципе, пофигу, какой. Ладно. Заходим сюда. О! А я подумал, что девчонка вздумала мне указывать, да? Ну, я не буду тебе мешать напиваться тогда. Мне нечем говорить с тобой. Это как понимать? Последний раз говорю. Оставь мне покоя, бля. Да не то что... Не то вот что. Ни хрена себе. Пометайся отсюда, пока она тебя не убила. Ты... Ну убирайтесь. Джон Мастен. О, ради тебя видеть. Значит, ты все-таки жив. Джим Милтон. Это ты был, да? Да. Такая... Я старался скрываться, не очень-то хорошо получилось. А мы про тебя ничего вообще не слышим. Ты кого-то в Раноке убил там, да? Да, это я. А, я так и думал. С Эбигейл и Джеком. С ней... С ней все хорошо. Она всегда была так добра ко мне. Я собираюсь для нее участок купить. Битчерс Холлб, это к западу. Отсюда. Я теперь фермер. А ты? Ну ты сам знаешь, как оно бывает. В основном охочусь за преступниками, ну и всякое такое. Кстати, ты наградами-то интересуешься? Не, я завязал с сомнительными делами. Вроде бы как. Ну это же законно, как правило. Ну, тогда может быть. Ну, едем тогда, да? А куда? В Стробери. Один парень бежал из Нью-Йорка. За него хорошие бабки предлагают. А что он сделал? Ограбил банк. С помощью пушки? Нет. Ручкой. Он бухгалтер. Ладно, значит, это будет не сложно. А твоя телеграмма. Ты же сказал, надо что-то там обсудить. Я не думал, что мы отправимся ловить бандитов. Есть еще кое-что. Мика. Мика. Я слышал о человеке, похожем на него где-то год назад. Ну, мы всегда говорили, что если мы его найдем. Я помню, что собирались, что мы собирались сделать. Я думаю, больше никого из вас не увижу после того, как вы в ЮКОН все уехали. Мы вернулись, как видишь. Не разбогатели. Типа, ты теперь скотовод, да? Да, со мной дядюшка еще. Не пропадем. Дядюшка, по-моему, если тебя сделают скальп, то это будет лучше, чем жить с ним даже. Иногда я тоже так думаю. Она сказала Мика, но если Мика нам как-нибудь попадется, мы стрельнем в него хорошенечко. В сердце или в башку. Давно бы пора бы уже. Так, попробуй найти чего-нибудь здесь. Его зовут Нейтан Керк. Он банкир, лысый, лет 45, наверное. Ты иди туда. Так. Пара спрашивать. Дыру заделали. Ну, хотя 8 лет прошло, что бы ее бы не заделали. Артур Мику там вытаскивал и выломал стенку. Здрасте. Вы не видели случайно лысого Нью-Йоркца? Не, Нейтана Керка. Лет 45. Нет, сэр. У нас тут бывает много таких Нью-Йоркцев. Это же курортный город, понимаете? Адерон Тарк Запада, как мэр говорит. Но я лица этих сволочей не узнаю. Понятно. Спросите в магазине или на почте. Там обычно знают, кто остановился у нас текущий в сезоне. Как мы их там называем? В сезоне? Нифигаш себе. На почте? А тут нет никого. А, нет, есть. Извините. Я ищу Нейтана Керка из Нью-Йорка. На его имя писи не приходится. Керк. Керк. Нет. Насколько я помню. А, Керли какой-то. Нет, это женщина. Спросите в гостевом центре. Как правило, все туристы там отмечаются. Хорошо, спасибо. За подсказку хотя бы. А. Здравствуйте. Но. Третий номер, это там, сверху. Чего сверху? В смысле? Диалог, что ли, пропустился или что? Я что-то не понял, диалог, что ли, пропустился? Третий номер, он... Третий номер, он сказал. Нам... Нам сюда, что ли? Эй, мистер Керк. Мистер Керк, вы там? Кто тут? Да, просто поговорить нужно. Ну же, откройте, друг. Я не виноват. Не виноват. Открывай дверь, или я ее сейчас... Ну-ка, постой, блин. Он выпрыгнул из окна. Ну что, поймал? Да помолчи ты. Ауч. Да, постой ты, блин. Хе. Доски из-за... Из-за него, что ли, попадали. Доставьте меня в покое, блин. А, очень больно. Эй, мы поболтать хотим просто. Вы чудище! Прочь с дороги, блин. У него что, пистолет, что ли, есть? Блин, зарядка лошади закончится скоро. Да постой ты, балбес. Ой-ой-ой. Догоняй быстрее его, блин. Может, его лосом поймать? А, погодите-ка, у нас же и есть лосо. Господи, чё-то я туплю. А чё ты остановился-то? Ай. Не попал. Да постой ты, или я лосом тебя сейчас схвачу. Опять не попал. Заколебал ты мне уже, если честно. Да блин. Это бесит уже, на самом деле. Напрягает вот то, что лошадь. Заканчивается уже этот. Надо ближе подойти к нему, а у моей лошади заканчивается выносливость. Эй, да блин. Может, мне лошадь идти в жопу-то выстрелить. Наконец-то. Наконец-то пропался, блин. Фу, господи-то, боже мой, это же... Ну что? Спасибо вам, мистер Керк, это было весь. Я не видел, вот это... Да всё, ошибка. Моя жена... Моя жена, она отчаянная женщина. А вы женатый, сэр. Ой. Зачем я бросил-то? Подождите, подождите, зачем я... А. На твою лошадь положить? Ну и куда мне деньги выслать? Мне не заплатили ещё. Корпоративный банк Вест Элизабет Блэк-Водер. Я выплачу туда кредиты. Они обрадуются, что у меня есть босс. А, я бы от твоей помощи не отказалась. Обычно я сижу в Блэк-Водерском салоне. Деньги мне нужны позарез, так что я разыщу тебя. Банку возвращено 60 долларов. Но банку мы должны... Да хрена ещё. Фух, я, наверное, пропущу какую-то часть... Этого поездки, потому что долго было ловить этого гада. Ладно, короче, едем назад в ранчо. И там встретимся. Чик-чик-чик. Кстати говоря, я побрился немножко. Если кто-то не заметил. Я имею ввиду про Джон. Что Джон? Побрился. Работаешь в поте лица, да? Это всё... Мага. Если я перетружусь, будет обострение. Да давай уже работай или проваливай отсюда. О, ты просто невыносимый иногда. У тебя запор, что ли? Ты живое доказательство, что я никогда не убегу от своих грехов. К старости ты в ханжу превратишься. Неудивительно, что она у тебя ушла. Это всё равно, что за Библию замуж выйти. А ну-ка вставай, блин. Да встаю, встаю. Погоди. А чё я должен был тебе сказать? Я пошёл в город. И выпил там немного. И... А, слушай, нам пора. Нам надо в сын Дени. Чарльз. Чарльз Смит жив. Чарльз Смит жив. Да, правда? Да. Если мне это не приснилось, конечно. Но поскольку новости не слишком уж хорошие, то надо туда смотаться. Смотаться. Чарльз Смит говорит. Ещё один член банды Вандерлинда, который... был... Ну, прикольно, что нам не надо скакать туда. Вот мы, собственно, и на месте. Ладно, слезай. О, опять Сен-Дени. Никогда не нравился мне этот городок. Да, мне тоже. Тебя ведь в Терягу тут отправили, да? Ладно, пошли искать этого громилы. Угу, давай разделимся. Хорошая мысль. Я пройдусь по салонам, а ты в трущобах посмотри. А давай-ка лучше я салон, а ты трущобой. Ладно, хорошо. Так, лошадка. Ну, гляньте, заглянем в салон. За эти 8 лет что-то, я смотрю, не особо-то что-то тут изменилось. Такие же законники. Так же выглядят. Да и, в принципе, да городок. Всё, что было, то и осталось. Слезай нафиг уже отсюда. Где тут вход-то, бля? Слушайте, вы тут не видели здоровенного индейца? Индейца? Да, я сотни их видел. Здоровый такой парень-боксёр. Любит подраться. Который на кулачках любит драться. Кажется, вечером у него бой у святой Сатурлиц. Хорошо, спасибо за подсказку. Это он про него сказал? Не думайте. Блин, а мне маршрут-то могут указать, а? Нормально. А хотя, всё, он не нужен уже. О, где ж тебя носил-то? Да, боже ты мой. Я только начал тишиной наслаждаться и покоем. Спросил первого попавшегося бармена. Сказал, что Чарльз может быть здесь. Да, видимо, это не тайна была. Мы оба знаем, что ты должен сделать. Ладно, я пошёл. Он даже не догадывается. Что? Джон? Это ты? Да, я жив. И ты тоже. О, это дядюшка? А что ты здесь делал? Ну, не знаю, я жив. Ты вроде бы как перед дорогой попал, да? Да, вроде того, просто... Даже не знаю, я... Проигрываю бои за деньги тут. Намеренно, что ли, проигрываешь? Да. Тебе... И что, тебе это нравится? Конечно, нет. Мне надо ставку сделать. Идём. Я думал, у тебя уже в живых нет. Ну да. Эбигейл тоже жива, но... Она ушла от меня. Простите, я хочу сделать ставку. На кого? На себя и на победу. Одинокий волк. Ну и за сколько? На всё. Странно, ну ладно. Я всегда думал, что вы выигрываете, но ставки ужасно выросли. Вы, сэр, не хотите на волка поставить? Он же краснокожий. Так. Ставлю на Чарльза. Конечно, я большой поклонник волка и на него ставлю. Дамы и господа, подходите и смотрите. Королев, кровавая битва между потомком древних и кого-то там ещё. Справа наш индейский Геракл. Неукротимый дикарь, непобеждённый. Он одинокий волк, так мы называем его. Правила знаете? Применять оружие нельзя, отказываться бою нельзя, плакать как младенец нельзя. Всё остальное можно. Не все субтитры прочитал, извините мне. Проведу приносит нокаут, травмы или смерть противника. Покажите нам хороший бой. Делитесь честно, но не слишком. Вышиби из него дух, давай! Постарайся устоять на ногах. Замочи его, давай! Бей его! Давай, убей его! Представь, что это Мика и замочи его! Давай, давай! Ещё давай! Красава! Ну что, одинокий волк, тебе пора уходить, да? Эй! Одинокий волк, подождите! Вы принесли мне кучу денег, но при этом расстроили нескольких ребят. Здорово! Ну так бывает. Короче, вот ваш выигрыш. Если мы сделали ставку, ну что, хочешь здесь остаться или поедешь со мной с дядюшкой? Но, Джон, я столько времени вас не видел. Да, понимаю, но прямо сейчас. Моё чутьё подсказывает, что тебе на дно залечь надо. У нас есть небольшой домик за Блэк-Одером. Так что я забираю свой багаж. Я купил билет на пароход, который собираться. Короче, ребята, встретимся на мосту, Сэн Дэни. А ты куда? Да, у меня дела есть небольшие. Да, у тебя толку нет вообще. Эй! Я мыслитель! Не задерживайся там. Сюда. Мой багаж на причале. Так что произошло, да? Ты имеешь в виду тогда? Артур помог мне. Подарил мне возможность жить. Ты знаешь, что, Артур... Да, я был уже на севере. Когда до меня дошла весть, я вернулся и похоронил его. И мисс Гримшо тоже. Мне пришлось бежать. Если бы кого-то из нас нашли, нас бы... Да, понимаю, понимаю. Он там, где и хотел бы быть. На склоне живописного холма. Отдал мне свою сумку. В ней было много чего хорошего. Помнишь тот дневник, которым он все время рисовал? Я теперь и сам даже рисую. Он был, в общем... Да, он был хороший человек. Болезнь, должно быть, стала для него потрясением. Может, она помогла ему осознать... ...своё место в жизни. Да? Наверное. В общем, мне сказали, что вы все погибли. А так бы я вас поискал бы. То же самое и про тебя сказал. А Дач? Не знаю. Может быть, он умер. Хотя я не знаю. Ходили разные слухи, наверняка. Я знаю только одно. Эти края... В этих краях его уже нет. Ничего въятного не слышал с тех пор про него. Я тоже. А как насчет Михи? А, надеюсь, этот гад сдох. Ты знаешь, он нас агентом Пинкертона сдал. Что? Не знаю, но... Когда он с нами сбежался... Когда я из шишки сбежал... Они поймали Штрауса... Агенты. И живого места не оставили на нем. Говорят, что он умер в тюрьме. Но ничего не рассказал им. Некоторые люди сильнее, чем кажется. Все, что произошло, эти смерти... Из-за миг... Мы все виноваты. Особенно дач. Но мы бы не стали ввязываться во все это и кровь проливать. Если бы он нас не заставлял. Мы по кривой дорожке пошли. Так. Погоди. Что? Осторожно. Это эти парни... Гвидом Мартель... Кого? Он когда-то работал на Аджела Бронте? Я тут... Ты часу не пробыл? Эй! А ну-ка, идите сюда. Ну и что тебе будем делать? Ну... Ты налево, я направо. На счет три. Раз. Два. Три! Что-то подтормаживает. Что-то я не понимаю, а что... Они стреляют-то в нас. Скорее, в повозочку. Уходим, Джон. Давай, я поведу. Ну и что? Где там нас дядюшка должен быть? Он сказал за мостом на выезде из города. На запад. Ну, ехали. Законники санами там гонятся еще. Законников видишь? Пока нет. Но, наверное, будут скоро. Сэндонии полиции очень много. Я это прям помню. Чем дальше мы уйдем от звуков стрельбы, тем больше шансов у нас. По крайней мере, шансы могут и отрицать все. Нет, нельзя допустить, что нас поймали. Начальник полиции. Мартелей. Подкуплен был. Если нас хватит с запроса, то мы живыми не уйдем. Я уже не тот, что был раньше и не хочу устраивать беспорядки здесь. Видишь что-нибудь? Да нет, вроде. Никто нас не преследует, вроде. Если когда-нибудь захочу туда вернуться, напомни, что я ненавижу Сэндонии. Гридо Мартелей тебя с радостью напомнит. Нет уж. Мне по душе недалекие обыватели, открытые эти. А, кстати, к слову, недалекие. Джон, Чарльз. Ну что, парни, вы тут побезобразничали, да? Да, мы тут под обстрелом посидели. Ну, стрелять они, наверное, не умеют, да? Короче, поехали уже домой. Что, что, сейчас катсцена будет, да? Ну да. Так, что сейчас будет, я не помню, если честно. Я вот, я вот, что помню из эпилога, то, что они там ранчо будут классно строить. И еще конец помню. Конец офигенный. Ну, давайте еще задание, еще одно задание выполним, и на этом будет достаточно, наверное. Совсем как в старые добрые времена, да? Хорошо, что старая банда снова вместе. Будем надеяться, что все закончится не так, как было тогда. Парень кислый, неудивительно, что она от тебя ушла, с тобой не захотела жить, даже как дешевая проститутка в пенсии. Когда с тобой было приятно общаться когда-то, а теперь ты хуже змеи, у которой зуб болит. Ты только и делаешь, что ноешь и ноешь тут сидеть. Не понял? Да не злись ты, это ничего не изменит уже. Ты ведь безнадежен. В тебе надежда угасла. Ну, посмотришь на себя. И на место на это посмотри. Это дом твоей мечты? В таком случае я видел кошмары приятнее этого дома. И, милая Бигейл, я изменился. Приходи и живи тут со мной в таком месте. Я бы излейшему врагу такого не пожелал бы. И что ж ты предлагаешь? Да он ужасный. Это же просто развалины. Этот дом снести нужно. Научись себя уважать. Ты жалкий засранец. Построй дом, достойность своей дамы. Дому не хватит лишь женской рукой. Его надо сравнять с землей. К тому же нужнику ни одна женщина тут помогать не захочет. Думаю, эти лошадки его развалят мига. Вот, держи. Этот конец к лошадям. А этот там привяжи. К лошади все сделают. Готово? Да. Ладно. Приступим. И... Джон, ты справишься? Я сразу за тобой. И... Давай же. Давай. Давай, без стилей этих чувств. Сравняй этот дом. С таким сильным. Джоном Марсоном, как раньше, блин. Давай, давай, тащи, 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 тащи. Сейчас будет классно. Сейчас дом классно развалится. Давай. Давай, еще чуть-чуть, давай. Тащи. О, пошло дело. Еще, давай, давай. Ну, немножечко еще, давай, блин. Ну-ка, если вот так. Во, давай. Вау. Я же говорил, что это будет легко. Да, а что сейчас? Ну, а сейчас мы поедем в город и купим дом прямо из каталога. Словно велосипед. Где именно? В городе? Рядом со станцией есть одно заведение. Магазин лесоматериалов Кейкса. Ладно, ты пока продолжай работать. Не, не, не. Я пойду с тобой. Не, мне надо в тишине и покоя побыть. Отдохнуть от твоей болтовни дурацкой. Чарльз, заставь его работать. Если надо будет в выпоре. Домоводство для начинающих. Не знаю, какое там следующее будет задание. Что там на карте есть? Только с Эдди больше никого нет. Ладно, на этом закончим тогда. Наверное, в следующей серии лучше бы дом этот снесли. Ну, ладно. Хрен с ним. Давайте посмотрим, что. Что тут валяется вообще? Ничего тут не валяется. Ничего полезного там нет. Ладно, короче, хорош на этом уже. На сегодня и все. С вас лайкос, подписывайся, сменяй эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Большое спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok